Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Ярославу Пыдыку будет оказана помощь в лечении. Торжественный прием лучших строителей Азова. Этот участок является одним из наиболее сохранных и наиболее перспективных в плане научных исследований. Одну из центральных улиц Азака обнаружили археологи. Девятилетний Ярослав Пыдык получил приглашение от руководства клиники Ялты на курс реабилитации. Как сообщалось ранее, у маленького Азовчанина тяжелое заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы. В мае этого года в городе прошел благотворительный марафон, где были собраны средства на лечение. Ярослав вместе с мамой приняли приглашение медиков из Ялты. Реабилитация началась. Юный Азовчанин Ярослав Пыдык, деньги на лечение которого собирали всем миром, вместе с мамой прибыл для прохождения курса нейрореабилитации в Ялтинскую клинику времена года. Нынешней весной в семье Пыдык произошло несчастье. После несложной операции по удалению лимфоузла впал в кому девятилетний сын Ярослав. Лечение в больницах Азова и Ростова оказалось практически безрезультатным. Помочь мальчику взялись врачи специализированной клиники в Крыму. На тот момент стоимость курса реабилитации составляла 1 миллион 200 тысяч рублей. Мама Ярослава использовала все возможности для спасения сына, в том числе обращение в городской совет отцов. Мы обратились в администрацию города, средства массовой информации, гражданам города с просьбой помочь Ярославу. И проходила акция под название «Азов мы вместе». Три недели всем Азовом мы собирали денежную сумму. И в мае месяце состоялся благотворительный концерт, где мы подвели итоги. Собрали денег в общей сложности более 900 тысяч рублей. Однако по медицинским показаниям Ярославу был противопоказан длительный переезд. На прошлой неделе врачи дали разрешение. В то время, пока Ярославу не разрешали выезд в клинику по медицинским показаниям, цена на лечение резко выросла. Если нам необходимо было 1 миллион 250 на тот курс, который рекомендуют доктора, то в настоящий момент лечение составляет почти 1 миллион 900. Естественно, конечно, денег не хватает, но мы надеемся, что все-таки опять азовчане не останутся равнодушными. Мы сможем продолжить эту акцию и помочь Ярославу. Рекомендуемый курс реабилитации 12 недель. После подорожания стоимости лечения собранных денег хватит всего лишь на 5 недель. Елена Пыдок верит, что азовчане не оставят Ярослава без поддержки. Хотелось бы, чтобы люди не оставались равнодушными дальше, поддерживали нас. И уникли свой вклад посильный еще раз. Потому что, к сожалению, стоимость очень высокая. Но, к счастью, есть такие места, которые позволяют людям вернуться к нормальной жизни. И мы очень надеемся, что все-таки еще хотя бы раз помогут нам финансово и морально поддерживать нас. Это общее дело. Если мы говорим, что это акция, азов мы вместе, мы должны вместе и подставить это плечо, и помочь Ярику. Кто может чем? Кто-то помолиться, а может кто-то финансово, кто поддержкой и словом. Это тоже очень дорогого стола. Апостол Павел говорит, что надо радоваться с радующими и плакать с плачьими. Если нужна помощь, да, потому что мера, которую мы меряем, она будет возвращаться к нам. Если человек попал в трудную ситуацию, мы должны и оказать помощь, и поддержку в том числе. Помочь Ярославу продолжить лечение в клинике можно, перечислив средства на специальный счет. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо Директор профессионального училища номер 45 Андрей Петров сегодня сообщил о новых перспективах этого учебного заведения, которое может стать центром патриотического воспитания в Ростовской области. На базе города Азова, возможно, даже в 45-м училище, не являясь директором, мы создадим центр патриотического воспитания молодежи. И уже сейчас у нас идет работа о том, как нам объединиться, какие усилия приложить. В частности, с военкоматом мы разговариваем о том, чтобы ребята помимо, допустим, специальности сварщика, еще могли получить на третьем курсе специальность водителя, именно от военкоматов до СААФ и пройти обучение. Именно почему училище созрела такая идея? Ведь в основном ребята после профессионального училища практически все 100% выходят служить в армию. И именно им нужна вот эта вот предармейская подготовка. И поэтому мы хотим вот это усилие сделать на эту молодежь, которые, ну, скажем, у нас много сирот обучаются, и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому мы хотим попробовать на базе профессионального училища. Многие традиции тех или иных знаменательных дат современной России перешли прямиком из времен Советского Союза. В этом году исполняется 60 лет с того момента, как День строителя был включен в календарь государственных праздников. Сегодня представители власти провели торжественный прием и поздравили азовских строителей. В преддверии Дня строителя в Азовском выставочном зале Меценат прошло торжественное собрание, посвященное этой дате. Собравшиеся почтили минутой молчания память ушедших из жизни коллег, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города. В продолжение встречи глава администрации Владимир Рощупкин вручил благодарственные письма лучшим работникам градостроительного комплекса. Для особых профессия строителя всегда была и остается одной из самых значимых и уважаемых. Наш древний город, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает расти и обновляться, отражая стремительный пик времени. И это символизирует положительные перемены, рост благосостояния и привлекательность нашей территории. Глава города, председатель Азовской городской думы Сергей Бездольный также поздравил участников мероприятия с наступающим профессиональным праздником. Мы слышим очень много интересных историй, которые действительно говорят о том, какими интересными путями шли строители для того, чтобы добиваться той цели, добиваться тех результатов, которые есть. Вот с Екатериной Матвеевной сейчас стояли, она рассказывала, как дорогу в Азову построили, когда министр приехал, застрял, по пути в Курешовке вытащили, появилась дорога. С Анатолием Ивановичем мы всегда рассказывали, как он на КПД работал, строил, как оптико-пеханический завод строил, сколько было разных интересных казусов. Лучшие строители нашего города также получили награды Азовской городской думы и отдела архитектуры. И вот то поколение, которое пришло строить, оно, конечно, строит с браком, честно говоря. Но и брак иногда бывает непоправимый. Я уже об этом говорила несколько раз, но еще придется сказать, потому что это очень большой вопрос. Среди приглашенных на торжественный прием был и экс-первый заместитель главы администрации Анатолий Кравцов, под руководством которого были реализованы важные проекты строительного комплекса нашего города. Если вернуться туда, мы видим, в каком состоянии был город? Это разбитые дороги, по которым проездить нельзя. Это темный город, это город мусорного двора. За эти 10 лет, если подвести черту, что сделано? Мы сегодня ходим по прекрасным площадям. Город у нас освещен практически на 70% сегодня вместе с окраинами. Полностью приведена транспортная инфраструктура. Под эту транспортную инфраструктуру подвязаны теперь автомобильные транспорты. Это наши автобусы, это все наши маршруты, это комфортность для наших жителей. В завершении мероприятия официальные лица пожелали участникам торжественного приема новых свершений, а ветеранам строительной отрасли продолжать свою миссию наставников для молодых строителей. Герман Токарев, Валентина Андреева, Александр Истомин, Азов. Сегодня в городе прошел еще один торжественный прием. В зале отеля «Амакс» глава города и представители администрации Азова честовали тех, кто не мыслит свою жизнь без спорта. Мероприятие было приурочено ко дню физкультурника, который отмечается во вторую субботу августа. Благодарственными письмами и подарками в этот день были награждены все, кто так или иначе связан со спортом. Это тренеры спортивных школ, учителя физкультуры и, конечно, сами спортсмены. Прежде всего разрешите мне от себя лично, от депутатов городской думы, от всех жителей города поздравить с этим праздником и поблагодарить прежде всего вас за ту громадную работу, которую вы проводите на благо нашего подрастающего поколения, на благо нашего города. В Азове в настоящее время интерес к спорту достаточно велик. Спортивные школы плотно укомплектованы, желающими заниматься и побеждать. Геннадий Парфенов 15 лет работает тренером по прыжкам на батуте. Сейчас, по его словам, спрос превышает предложение. И это не может не радовать. Мы сначала как-то объявление делали, но сейчас у нас просто отбоя нет от детей, которые постоянно приводят к нам и хотят заниматься нашим видом спорта. Катя Катрушенко на батуте с 5 лет. Сейчас ей 12 и все эти годы она четко и целенаправленно идет к своей цели. А это ни много ни мало олимпийская медаль. Спорт – это для меня все. Все, что я хочу, я добиться хочу. Своей мечты. А что у тебя за мечта? С стать олимпийской чемпионкой. День физкультурника, по сути, это праздник для всех, кому нравится спорт, не учитывая возраст и профессию. Он объединяет людей, приобщает к здоровому образу жизни, позитивному настроению и активной жизненной позиции. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Азовские археологи продолжают исследования. Научные сотрудники прогнозируют новые открытия, которые будут сделаны на раскопе по улице Измайлова. Археологи Азовского музея-заповедника начали исследования на участке по улице Измайлова, 48. Научные сотрудники надеются, что на этом раскопе смогут обнаружить интересные находки. Этот участок является одним из наиболее сохранных и наиболее перспективных в плане научных исследований. И уже первые находки показывают, что наши ожидания оправдаются. Вот керамика Минаи была керамикой для самых богатых. И данный развал, небольшой чаш, является одним из самых сохранных за весь период археологических исследований в Азове. Среди первых открытий на раскопе – магистральная улица, вымощенная костями животных. Одна из интересных находок – сфероконус, сосуд для ртути, и донцы византийской мраморной ступке. Сфероконусы – это сосуды очень специфического назначения. Они предназначались для транспортировки на очень большие расстояния, ценных жидкостей и главный образом ртути. Среднеазиатское название таких сосудов не случайно – симоп-кузачик, пушинчик для ртути. Подобные ступки производились в императорских мрамороломнях, и греческие крестьяне, собственно, использовали их для того, чтобы толочь соль или крупы. Но на больших расстояниях, естественно, такие ступки могли использоваться для разных целей, в том числе, по некоторым предположениям, они использовались в качестве сосудов для воды в церквях или мечетях. Археологи продолжают исследования и не сомневаются – самые удивительные открытия ждут их впереди. Наталья Пославская, Юрий Друзякин, Валентина Андреева, Азов.Инфо. Управление по делам гражданской обороны информирует о том, что в период с 13 по 14 августа на территории Ростовской области ожидается сильные дожди, возможны гроза и шквалистый ветер до 20-24 метров в секунду. Прогнозируется подтопление низменных участков населенных пунктов, аварии на линиях электропередач. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа Азовского арт-медиа центра «Бум». Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok 13 августа малооблачно. Температура днем плюс 32-34 градуса. Температура ночью плюс 24-26. Ветер северный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 43%. Уровень воды в реке Дон на 78 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Субтитры предоставил DimaTorzok